друзья всем привет и сегодня я с вами поделюсь секретом как часто дизайнеры рисуют эскизы вы никому об этом не говорите потому что они сами в этом не сознаются а я хочу этим поделиться многие дизайнеры рисуют эскизы по фотографиям у них получается очень классно и красиво давайте мы сегодня попробуем это сделать я нашла фотографию джинсов и сейчас мы будем по этой фотографии рисовать эскиз покажу как это делать просто и быстро без шаблонов без ничего берем вставляем фотографию можно файл открыть можно control в как я сделала потому что это был скриншот и мы это все выбираем приближаем смотрите здесь есть основные линии что очень-очень удобно соответственно да там есть рука но это не имеет никакого значения что нужно помнить нужно рисовать максимально контрастным цветом только контур рисовать мы будем половинку чтобы изделие получилось симметричное если бы что-то не так мы потом его поправим и так теперь у нас на наш с вами основа классный метод для тех у кого не получается рисовать тени и силуэты но только никому ни слова там меня потом выгонят из ритов дизайнеров что так делают так делают практически все потом просто эти эскизы корректируют поэтому ай-яй-яй я плохая ночью плохому и действенного у нас джинси кимом поэтому сейчас не половиночку рисуем я люблю рисовать правую половинку здесь вот видите рука ничего страшного нам же это не помешает правда вот я нарисовал основной контур теперь смотрите здесь у меня подворотик а я хочу именно джинсы с подворотиком поэтому мы его тоже обозначаем так особое внимание вот на эту зону мы здесь хоть и рука но это не помешает нам нарисовать красивый силуэт так вы видите не очень четкой фотографии поэтому сказать что я прям совсем срисовываю невозможно да но здесь у нас будет вот так а здесь у нас с вами будет что да конечно же пуговка так это у нас с вами пуговка а вот здесь смотрите шлевка и соответственно здесь она тоже будет сейчас мы ее отобразим вот так что такое джинс джинс это всегда много строчек давайте сейчас мы все с вами сюда и внесем соответственно здесь то есть он у нас с вами получается есть подсказка где как и что как видите подсказка у меня достаточно плохая потому что я качество картинки подобрала ну дай боже вообще врагу не пожелаешь для того чтобы такое качество картинки было с которого рисовать ну так 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 рисуем здесь все без заливок заливку потом добавим все будет видно красиво так наш левки от строчки а что еще нам нужно сделать эллипс вот сюда красивый эллипс так пунктирую убираем пуговица должна быть сверху что обозначает этот эллипс угадайте петлю так смотрим здесь у нас с вами всегда будет двойная отстрочка вот здесь 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 конечно не видно потому что я молодец а молодец я молодец выбрала праву для демонстрации то что надо на форму то видно это самое главное так вот так вот по фото у нас с вами получится идеальная форма джинсов выбираем выбираем делаем пунктирую линию толстоватая линия получилось поэтому делаем ее на 05 так смотрим что мы еще с вами забыли смотрите здесь очень удобно будет нарисовать тени их видно это играет но очень классно для новичков смотрите вот они будут тенюшки вот она тень идет только не переусложняйте ее по форме лучше ее упростить вот так она будет идти сюда упираться здесь мы делаем так соответственно все это вот сюда задвинули цвет контура нам не нужен нам нужен только цвет заливки вот такой черный и как обычно мы не забываем что нужна непрозрачность в общем то и все что нам нужно было сделать а теперь обязательно на всю эту красоту посмотреть отдельно выбираем смещаем в сторону вот она с вами получилась красота теперь мы ее раззеркаливаем могут не совпасть вертикали сейчас надо будет править кое-какие штучки но ведь это же мелочи мы же с вами понимаем что основу то мы сделали и это самое главное так вот такие у нас момики что у меня тут немножечко не учтено и что я поправлю смотрите ctrl-r линейки вот эту линию я хочу чтобы она у меня стала вертикалью видите это моя направляющая которая показывает идеальную вертикаль соответственно сейчас вот так я наклоню чуть-чуть подвину чуть-чуть еще наклоню вот эту линию я пытаюсь выровнять под вертикаль вот я сейчас приблизить смотрите вот она не вертикальная а я ее под вертикально равняю хорошо теперь будет легко и просто зеркалить а удаляем направляющую 5 вместе выбираем ты папа вот так хорошо естественно нужно немножечко здесь сейчас поколдовать а именно нам же не нужны для пуговицы правда да и молния у нас одна вот мы наколдовали с вами красоту что касается тени то можно ее конечно оставить но поскольку тут такая густая тень нам нужно вот здесь добавить еще одну как видите фото фото головой думать все равно никто не запрещает и добавлять вещи там где они должны быть вот так в общем то и все теперь это все выбираем смещаем в сторону так неправильно выбрала поэтому там потянулось так неприятно смещаем в сторону пока она подождет все вместе цвет черный а цвет заливки белый здесь произошло перекрытие почему потому что там линии поэтому им надо сейчас убрать цвет заливки убрали вот так вот у нас все обратно проявилось и вот они наши прекрасные тени возвращаем их на место немножечко корректируем размеры чтобы они тут не наглели и не выпирали там где не должно быть эскиз готов теперь можно его заливать и использовать давайте вытянем из этого нашего с вами изображение заливочку которым сможем залить наш эскиз объект обряд изображения и нужно кусочек денима который будет сможет повторяться будет не иметь теней и светлостей по краям ну где-то вот так нажимаем применить и пробуем посмотреть что у нас из этого получилось раз так ну это я сейчас так долго буду давайте мы сделаем по-другому мы это все сгруппируем и мы это все сгруппируем зайдем в группу инструментом волшебной палочкой выберем все что белого цвета применим туда заливку не получилось заливка видите а поэтому длинную заливку лучше поискать отдельно мы пока ее зальем цветом конечно же длин есть длин но как его сымитировать вот например у вас не получилось что такое длин длин по сути это такая диагональная полосочка которая создает нам соответственно вот этот эффект длин полосочка должна быть темненькая какая полупрозрачная ну вот давайте мы ее и сделаем так соответственно рисуем две полосочки толщину сдвигаем их максимально плотно и вот и все правда она у нас не очень удачная получилась заливка потому что сейчас ее нужно будет вторым цветом класть тоже вариант так а может быть нам ее и сделать на фоне что сейчас будет смотрите если мы ту заливку которая у нас получилось зальем ей получится такая диагональ но не совсем то что нам надо но мы же ее сможем повернуть поэтому сейчас мы вот сюда вот сюда добавим прямоугольничек поместим его назад дадим ему цвет денима базового голубого этой штуки дадим более темный оттенок давайте так приблизим будет лучше видно а как это лучше сделать тоже лучше сделать таким же цветом просто его затемнить темный так и населенный вот он у нас хорошо встанет вот такая полосочка у нас будет эту полосочку мы уже закидываем но до нему нужно будет еще угол поправить вот сейчас мы с вами еще один штанишки такой заливочкой и зальем смотрим двойной клик все что у нас голубое выделяем выделяем нашу с вами заливочку получилось получилось полосатый матрас так теперь обязательно плохо выделилась поэтому сейчас еще раз выделяем все инструмент поворот давай на клик вот смотрите у донима есть угол правильно вот уже ближе к дониму говорим ok что нам еще нужно сделать помимо этого нам нужно еще поменять масштаб чтобы она еще более мелкая стала ну допустим на 50 так и уже цвет можно регулировать через нашу с вами любимую перекрасить графический объект либо же кладовать уже вот тут смотрите как сразу все меняется как на это все отражается но уже намного намного ближе к реальному дониму вот такой пример почему полоски я знаю что будет вопрос почему полоски полосок нет полоски отражаются за счет того что иллюстратор так это видит вы когда экспорт сделаете полосок не будет видите приближаю удаляю их нету это просто дефект отображения в программе не обращайте на это внимание при экспорте это все пропадет вот такие великолепные штанишки у нас получились никому не говорите как мы их сделали и и сейчас я вам хочу показать один такой маленький момент если например у нас с вами есть штанишки давайте создам новый документ так и вот смотрите у меня есть штаны мои прекрасные джинсы у меня есть боди которые мы с вами рисовали в предыдущих эскизах если вдруг вы не помните переходите пожалуйста посмотрите все у нас там есть детально мы изображали и вот эти штанишки одеть на эту фигуру будет сложнее чем должно было бы быть давайте вот так оп отдельные создам потому что так у нас есть из одного размера а так нет соответственно вот ее надо будет подогнать но они у нас будут вполне себе неплохо смотреться а возможно потребуется корректировка в плане например сделать именно бедрышки поуже как мы это будем делать мы приблизим сейчас чудеса делаю не надо этого делать так и немножко а вот ошибка которую я допустила не допускайте вы сейчас мы это поправим мои джинсы я помещу на верхний слой чтобы не попадать никак на то что у нас с вами происходит уже здесь буду вести корректировку почему потому что если сейчас что-то сделаю то у меня и шаблон поплывет а мне этого не нужно поэтому можно там конечно деформацию у нас ходить но здесь все достаточно просто и банально будет корректироваться поэтому вот смотрите мы их немножко приталили немножко поправили и получили наш с вами джинсики на фигуре плюс сайз так что у нас еще с вами было у нас был великолепный кардиган который мы тоже можем сюда же и предложить сейчас я все разблокирую смотрите это джинсы это боди а это кардиган это у нас наборка элементов а этот кардиган мы сейчас сюда с вами положим опять как сделать так чтобы было хорошо видно ну во первых положить его на верхний слой чтобы он лежал сверху поверх всего во вторых разместить его правильно по фигуре потому что мы по этой фигуре его и рисовали вот он перекрывает ну давайте одну половинку ему берем вошла в режим изоляции так это я немножко показываю как коллажики всякие разнообразные делают да ну при желании делайте при желании не делайте это выбор за вами вот так можно вот здесь немножечко смотрите подкорректировать линию чтобы он джинсы перекрывал ну а то уж если мы там красоту наводим то давайте ее наводить вот так так нет только саму линию не трогаем сюда размещаем плюсик и вот так вот тоже здесь надо не забывать что у нас другие объекты поедут тоже их туда подтянуть вот смотрите получился вот такой вот образ кардиган он куда-то улетел да ну давайте мы второй раз его скопируем сюда разместим а вот поэтому начнем с джинсами а закончили мы вот с таким интересным комплектом отдельные наши с вами части и как я показывал может кто-то не видел кто-то не помнит все это мы вместе выбираем теперь берем окно обработка контуров сливаем 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 залить каким-нибудь цветом не важно каким сливаем черненьким возвращаем на места делаем небольшое смещение помещаем на задний план монтаж на задний план так теперь делаем эффект размытие размытие по гауссу смотрите настройку говорите окей если нужно добавляете прозрачности всему этому удовольствию если нет оставляете так как вам нравится и ваши великолепные эскизики прекрасно презентованы и показано то что любят говорить капсула капсула это капсула вот так вот такой комплект у нас с вами получился джинсики нарисованы секретным образом только никому об этом не говорите чуть-чуть вот так на этом все с вами была Щековская Екатерина не забывайте поставить лайк видео если оно вам понравилось написать свои комментарии что вы хотите еще порисовать что понятно что непонятно и подписаться на канал поставить уведомление колокольчик чтобы не пропустить новые видео рисуем эскизы каждый вторник на этом все пока пока